МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие друзья! Российская федерация настольного хоккея и спортивный канал 7-ТВ представляют матчи с заключительного этапа 7-го открытого чемпионата Москвы по настольному хоккею. Квалификационный раунд. В первом матче сегодняшнего игрового дня встречаются Валерий Самсонов, Старая Купавна, опытнейший мастер, призер этапов чемпионата Москвы и также призер командного чемпионата России. Против него Александр Жулябин, также представитель Подмосковья, города Нагинска, игрок с большим опытом выступления на международных соревнованиях самого разного уровня, а также опытный мастер в российском чемпионате. Фаворит пары все-таки Валерий Самсонов, но игра дома будет очень острой. С желтыми фигурами будет играть Валерий Самсонов. Он слева, вот в такой майке бирюзового цвета. Справа Александр Жулябин в браслоне. Первый выигрывает Жулябин. Еще раз напомню, у него белые фигуры. Вот он сейчас пытается выйти с левого фланга из своей зоны. Защитником выходит, но Самсонов шайбу перехватывает. Отдает ее назад, отпасовывает своему левому защитнику. И попытка выйти в первую атаку, выходит Самсонов. И вот первый же вариант исполнения центром сейчас комбинации не получилось. Я вообще думаю, что эта игра будет достаточно острая и непредсказуемой. Вот, собственно говоря, уже мои слова оправдываются. Жулябин тут же наказывает Самсонова за нерасторонность в обороне и ведет в счете 1-0. Два игрока играют достаточно открытый хоккей. Порой такой парадоксальный, немножко нелогичный и в то же время достаточно интересный. Поэтому, я думаю, здесь борьба будет очень такая веселенькая в этой паре. Вот, смотрите, что делает Жулябин. Просто буквально с сантиметра обводит вратаря Самсонова. И счет уже 2-0. Ничего себе начало. Но вот я говорил, что игра-то будет довольно непредсказуемой. Жулябин явно сейчас заявляет претензии на победу в этом матче. Но нужно помнить о том, что Самсонов зачастую спасал просто буквально мертвые партии. И я думаю, что уже те, кто внимательно следит за нашими репортажами, помнят, как он обыграл даже самого Михаила Хвижда, одного из сильнейших игроков мира. Проигрывая ему буквально за минуту до конца матча 1-4. Валерий успел сделать счет 5-4 в свою пользу. Но что уж говорить о противостоянии с Жулябином на квалификационном раунде первенства Москвы. Ничего еще здесь не закончено. Я просто уверен в этом. Хотя сейчас по-прежнему Жулябин контролирует шайбу. Атакует больше, чем Самсонов и ведет в счете 2-0. Напомню, Самсонов снова пытается выходить из своей зоны через левый фланг. Неудачно это делает. Пока довольно жесткие получаются у него передачи в зону атаки. И поэтому там шайба не задерживается. Вбрасывание в центральном круге, поскольку шайба покинула пределы поля. Снова Жулябин справа пытается готовить атаку. Бросает. Бросает центральным нападающим. Но шайба в ворота не проходит. Более того, она уходит рядом со штангой. Снова Самсонов выходит. И вот, пожалуйста, ну что, не так так и так, что называется. Не получились у него нацеленные передачи с левого защитника на центр. Так он просто пробил поворотом и поймал Жулябина на противоходе. 1-2. Ну вот, я же говорил, что игра еще вся впереди. Ничего тут еще не ясно. 1-2. Меньше полуматча сыграно. И очень резво играют оба игрока. В центральной зоне, как вы видите, шайба практически не задерживается. Вот Жулябин сейчас пытается выйти слева на левый же фланг своей атаки. Не очень удачно это делает. Но все-таки шайба остается в зоне Самсонова. Такое идет, я бы сказал, знаете, там на языке спортивном, на языке, наверное, даже настройки. Такое бодалово, что называется, сейчас идет. То есть два игрока пытаются завладеть шайбой по максимуму, но ни тому, ни другому это не удается. Прессинг по всей зоне и тот, и другой оказывают на игроков соперника. Много движения, много перехватов и мало пока таких, как бы скажем, широких комбинаций. Вот теперь Жулябин пытается так более-менее нацеленно выйти по правому флангу. Выходит, посмотрите, какой момент. И на ленточке, на ленточке зависает шайба после броска Жулябина. Мог бы снова восстановить преимущество две шайбы, с вами сейчас Александр. 2-1 и две минуты до конца матча. Ну что, по идее Самсонов должен скоро начать так называемый финишный свой, финишный, ну не спорт, а скажем так, какой-то финишный прессинг, финишный навал, или как угодно это назовите. Навал, наверное, не очень эстетически звучит. Возможно, что Самсонов будет играть довольно технично и пытаться отыграться за счет своего чуть более высокого класса, чем у Жулябина. Но посмотрим. Во всяком случае, игра очень интересная. Скорее, она даже живая, я бы сказал так. Она, может быть, не изобилует острыми моментами, но она очень в живом темпе проходит. И вот с Самсонов еще один выход центрально нападающим. Не получается, но сохраняет он шайбу на правом фланге. Еще один бросок и снова сохраняет шайбу справа. И вот добивает. Третьей попыткой добивает-таки он сейчас шайбу в ворота. И вот он счет 2-2. Посмотрите, чуть больше минут до конца матча. И от преимущества Жулябина уже не осталось и следа. Вот такое подмосковное дерби. Подмосковное дерби с резкими бросками, с большим обилием борьбы на каждом участке поля. И вот с достаточно такой драматической концовкой, наверное, нас сейчас ждет. Потому что 2-0 вел Жулябин. 2-2 сейчас счет. Он атакует справа. Еще одна попытка пробить не получилось. Самсонов уже один раз наказывал Жулябина вот этим броском левым защитником. Сейчас шая прошла мимо, но он готовит по-прежнему атаку в зоне Жулябина. Еще один бросок, теперь уже в ближний правый угол. Не получилось тоже это у него. Жулябин слева тоже попался сразу атаковать в ближний угол ворот. И тоже не получилось пока у него, но сохранил шайбу при этом. 30 секунд до конца матча. 2-2. Жулябин в такой затяжной атаке оказывается. Ну что, пытается все-таки вырубить победу в этом матче. Естественно, обидно. Вел 2-0 ведь по ходу игры. Самсонов готовит атаку. И посмотрите, посмотрите, что происходит. Шайбу-то забросил Жулябин, но только забросил ее в свои ворота. 3-2. И что я и говорил, Самсонов в концовке игры все-таки перетягивает одеяло, а с ним как бы и победу, что называется, на себя. Одна секунда. Все. Сирена. 3-2. 3-2 победа Валерия Самсонова в этой партии. Ну, как и мы и ожидали, получился матч забавный. Валерий Самсонов одержал трудовую победу со счетом 3-2, трудовую и волевую. Победив буквально на последних секундах матча и получил 2 очка в таблицу. Во втором матче сегодняшнего игрового дня встречаются Кирилл Кадыров. Молодой игрок, буквально представляющий сегодняшнее поколение настольных хоккеистов. Против него Глеб Васильев. Игрок тоже еще достаточно молодой, но с большим опытом. Один из лучших юниоров страны. Конечно же, флорит пары Васильев, но Кадыров сейчас на подъеме. И посмотрим, как все будет происходить на самом деле. Слева Кадыров. Вот сейчас традиционное рукопожатие. Он играет с желтыми. Справа Глеб Васильев. Последим за этой встречей. Вот тот самый случай, когда игрок с серьезной уже школой, с претензиями даже на попадание в российскую сборную, я имею в виду Васильева, с опытом выступлений в высшей лиге этапов чемпионата России, играет против игрока, который вот сейчас, вот в данном сезоне, начинает резко, что называется, прибавлять, начинает постигать всю суть настольного хоккея профессионального. И вот посмотрим, как сейчас в их противостоянии, как будут развиваться события. То есть, по большому счету, Васильев должен давить, использовать свое преимущество в классе и опыте. Кадыров должен как бы играть вторым номером, но стараться, что называется, огрызаться и попытаться как бы цепляться за счет, ставить какие-то проблемы определенные перед Васильевым. Ну, по первой минуте пока так и происходит. Мы видим, да, что Васильев, играющий белыми, сейчас больше времени проводит в атаке. Он уже нанес два таких прицельных броска по воротам Кадырова. Вот сейчас отлично сыграл его левый защитник на перехвате. Кадыров пытается разогнать сейчас, разогнать игру Васильев, чтобы она шла на более высокой скорости, которая, конечно же, даст ему преимущество, поскольку, я еще раз повторяю, он игрок более высококлассный. Вот и первый выход центром Васильева. Ну, что сделает? Забьет? Нет, нет. Шайва проходит рядом с правой стойкой ворот. Однако Васильев снова перехватывает. Посмотрите, как сейчас умело действует. Вот это сразу отличает более опытного мастера от игрока, все-таки еще не искушенного в борьбе на профессиональном уровне. Кадыров уже может более-менее интересно исполнять ряд важных элементов и, тем не менее, ввести игру вот так вот, читать ее, пока ему еще не удается. И Васильев явно за счет этого добивается преимущества. Посмотрите, выигрывает борьбу в центральной зоне, снова отдает шайбу направо, хорошо ее обрабатывает, хорошая, следует передача в центр, хорошая передача в центр и хороший бросок. Подхватывает, вторым темпом атакует с помощью центрального нападающего. Не получилось, срезалась шайба и, тем не менее, снова отнимают ее в районе красной линии. Сейчас хорошо перекрывает передачу Кадырова справа на центр и опять атакует Васильев. Еще одна атака буквально по ленточке прокатилась сейчас шайба. Кадыров пытается выходить через свой правый фланг, но не удается. Понимаете, кроет, кроет его передачи Васильев и тут же осуществляет подбор в центральной зоне. Снова Васильев направо, поперечная передача по центральной зоне. Пол матча позади счета, тем не менее, 0-0. Надо Васильеву как-то уже обострять игру, потому что преимущество у него есть определенное, конечно, но тем не менее, в голы-то оно никаким образом не выливается. Но вот оно, вот оно, наконец-то. Смотрите, раскачал-таки он Кадырова. Посмотрите, как сейчас ошибся Кадыров при игре вратарем. Полностью перекрыл свой ближний угол, открыл половину ворот, куда спокойно и отправил шайбу Васильев. 1-0 и он продолжает атаковать слева на центр. Не получается. Хороший подбор правым защитникам. Снова шайба вернулась в зону Кадырова. Еще раз Васильев готовит атаку справа. И вот, вот о чем я и говорил. Вот такие моменты. Это вот шанс, шанс для молодого игрока. В данном случае для Кадырова. Срезка, отскок, рикошет. И счет сравнялся. Казалось бы, практически без атаки Кадыров имеет сейчас снова равенство в счете. А Васильев делает очередную попытку забить центром. Практически это делает, но шайба выскакивает из ворот. Еще один хороший перехват. Явно не успевают, конечно, нападающие Кадырова за действиями защитника Васильева. Он все время теряет шайбу при втором темпе. И вот сейчас это для него заканчивается пропущенной еще одной шайбой. Точно такая же комбинация. И тут же при этом Кадыров отвечает. Посмотрите, снова такая вот... Нет, в данном случае нет. Беру свои слова обратно. Все-таки Кадыров довольно хорошо сделал нацеленную передачу на ближний угол и замкнул ее в касание. 2-2. Чуть больше минуты до конца матча. 2-2. Уже не знаю, какая по счету попытка Васильева центрально нападающим забить гол. Ну, все штанги обстучал. Обстучал уже и сетку ворот Васильев. Но просто не везет ему сейчас при завершении этого элемента. Последняя минута матча. 2-2. Гол. Ну, вот такой вот хороший такой удар. Теперь практически из центрального круга нанес Васильев после передачи с правого фланга. Заметил снова позиционную ошибку воротаря Кадырова. 3-2. Но на классе, на классе пытается довести эту встречу до победы Васильев. И тем не менее, видите, она получилась достаточно равной по счету. А то атакует слева сейчас Глеб. Выцеливает, выцеливает. Снова передача через защитника. Довольно опасно, кстати, на последних секундах матча так делать. Ну что, хоть под конец матча забьет Васильев центром или нет? Ну, вот он этот гол. Буквально заваливается шайба в ворота от конька воротаря. 4-2. Васильев одерживает победу, которая ему, в общем-то, наверное, была в планах у него стояла. При встрече с таким игроком, как Кадыров сейчас. На квалификационном-то раунде. И проводит последние секунды в атаке. Глеб Васильев теряет шайбу Кадыров в своей зоне. Еще одна попытка передачи не получилась. Рукопожатие. Победа Глеба Васильева. В довольно показательном матче победу одержал тот, кто и должен был ее, собственно, одержать. Глеб Васильев победил со счетом 4-2. Добавил два очка себе в турнирную таблицу. Но Кирилл Кадыров показал, что он растет. Вы смотрели матчи заключительного этапа 7-го открытого чемпионата Москвы по настольному хоккею на спортивном канале 7 ТВ. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин